Соскучился поговорящий с призраками? Одного сезона Константина было мало, а сверхъестественное уже надоело? Если все так, то я могу послать тебя только в одно место. В Техас! Всем привет и добро пожаловать на канал о сериалах, про сериалы и за сериалы. Итак, Миднэйт Техас. Сериал 2016 года рассказывает нам о Медиуме. Нет, настоящий Медиуме Манфреди, который в результате ошибок прошлой жизни решает спрятаться в тихом, ничем не примечательном, на первый взгляд, городке Миднэйте. Где как бы нет вообще ничего особенного, бар, ломбард, пара домиков, все тихо, мирно и уютно, но это только на первый взгляд. На самом же деле Миднэйт стал домом для вампиров, ангелов, оборотней, демонов, призраков, отлично уживающихся друг с другом. Манфред, как не совсем обычный человек, быстро вливается в компанию и вместе с местными начинает противостоять проблемам, надвигающимся на их город. И очень большая проблема этого сериала – его вторичность. Его вторичность от таких сериалов, как «Сверхъестественная», «Говорящаясь с призраками», «Константин», «Быть человеком», «Волчонок» и прочих других сериалов, где происходит коллаборация каких-либо сверхъестественных существ. Из плюсов хочу сказать, что сериал довольно легко смотрится и отлично подойдет тем, кто пришел с работы или с учебы, уставший и хочет просто часик-другой во что-нибудь позалипать, не грузясь сложными сюжетами или многоходовками. Также в сериале довольно много жутковатых сцен. Нет, не страшных, а именно что жутковатых, и связаны они в основном все с привидениями. Или с чуваком, который срезал лица. Да-да-да, такое там тоже было. Правда, немного. Также в сериале есть еще один плюс. И этот плюс – «Говорящий кот». Да, его было совсем чуть-чуть, но я люблю котиков, а поэтому это плюс. Ну что ты! Как итог, хотелось бы сказать. Всем любителям серьезных сериалов с тяжелыми сюжетами, глубокими философскими мыслями и размышлениями «Мидная Тиха» скорее всего не понравится. Я бы посоветовал этот сериал тем, кто хочет просто отдохнуть и глянуть неплохой сериальчик. Или же, как я, любителям, когда в сериале объединены различные сверхъестественные и фантастические персонажи. А с вами был Кин. Всем большое спасибо за просмотр. И если этот ролик вам понравился или он был вам полезен, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в группу ВК и в мой инстаграм. А я же вам желаю только интересных сюжетов и... Пока! Субтитры подогнал «Симон»!